Строительный консалтинг. Явление на нашем рынке относительно новое. Но оказывается, это довольно неплохая идея для бизнес-проекта. Минимум затрат на старте, правда, максимум знаний и опыта. В развитых странах уже давно решили, что гораздо дешевле и качественнее, прежде чем начать строительство, проконсультироваться со специалистами. В Молдове лишь недавно пришли к такому выводу. О бизнесе, его развитии и тонкостях расскажет сама Татьяна Китарога, совладелица и руководитель компании. Спектр услуг этой консалтинговой компании довольно широкий. От юридической консультации до масштабных проектных работ строительства любой сложности. Неважно, что вы надумали, будь то пристройка, настройка или объект на земельном участке. Прежде чем приступить к делу, уточните, не потратите ли вы деньги впустую. Сначала градостроительный сертификат. Ваша идея, вы приходите к нам с вашей идеей. Я хочу вот это, что-то, карандашом. И вот ваша идея воплощается в эскизный проект вместе с архитектором. И оно уже имеет какие-то конфигурации, уже видно. Эскизный проект, вы в принципе согласны. Этот документ подписывается у главного архитектора города. Он начинает уже становиться законодательным, что-то юридическую форму. На основании его получаем, и целый еще пакет документов, получаем градостроительный сертификат. И вот во время строительства мы выполняем авторский надзор. Всю эту процедуру мы проходим. И в конце встречаемся с заказчиком тем, что мы ему отдаем зарегистрированное БТИ. С экстрасом из регистра Бунурло-Ремобили, из регистра недвижимости. Вот такой, что там написано, что он владелец. Ответственность, бумажная волокита, надзор. Все это, безусловно, не может не изматывать. Но ведь это собственный бизнес. Дело, которое требует личного участия во всем. Были моменты, которые Татьяна вспоминает с особыми эмоциями. Февраль, снег, туман ужасный. Вот тебя привозят в поле, чистое поле, там ничего, непонятно что. И вот он смотрит по своему навигатору, ставит ногу здесь, и он говорит, что на этом месте должен стоять антенна. Потом, кто владелец, иногда даже не знаешь, к какому населенному пункту это относится. То ли к тому, то ли к этому. Найти владельца, разделить, все это купить, потом всю процедуру снятия из сельскохозяйственного подстроительства. Это очень долго и очень сложно. У нас было очень много таких объектов, где-то было 20. Было очень интересно. Но когда приходишь первый раз, я, с одной стороны, была рада, что у нас есть работа, работа интересная, все такое. Но когда мы расставались, я была просто счастлива. Но это, судя по всему, далеко не все трудности, которые пришлось пережить Татьяне. Такова уж она, доля молдавского предпринимателя. В самом начале сложности, вот, значит, не открыл еще фирму, у тебя ни копейки нет, уже налоги идут. Это неправильно. Наверное, не только с моей точки зрения. Потому что для того, чтобы фирма начала развиваться, ее как-то надо поддержать. Вот, обязательно, если государство заинтересовано, чтобы были предприниматели, чтобы были налоги, чтобы... Сначала не надо сразу давить, а надо сразу... Потому что вначале это очень больно. Начало вообще оказалось самым трудным. Толчком к открытию собственного дела послужила ситуация, заставившая Татьяну принять важное решение. Продолжить работать на кого-то или, хоть и с трудностями, открыть собственное дело. Татьяна предпочла второе. Девять лет назад. Опыты знания стали решающим фактором. Я и госуправленец, и архитектор образования. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот, если кто помнит, в 2003, в 2005, в 2006 год, у нас что, не год или полгода, у нас были реорганизации. Я в 47 лет осталась без работы. Первое, что я четко решила, что я никуда не пойду наниматься на работу. Мы начали работать, я решила создать именно консалтинговую фирму и заниматься тем, что я лучше всего знала. Я знала, как подготовить пакет документов для строительства. Я могла критиковать строительство, потому что я инспектор, я четко могла, что правильно, что неправильно. И я знала, как сдать все это в эксплуатацию правильно. И для того, чтобы начать именно такую фирму, сам нужно знание, нужен, конечно, и опыт, и нужен очень хороший партнер. Партнеру Татьяны собственный проект не был нужен, но идея ему понравилась, и он принял вызов. Разногласия по методам решения той или иной проблемы, конечно, возникают, но небольшие, утверждает Татьяна. Четкая договоренность, кто чем занимается, ну, в принципе, четкой договоренности нет, но, в принципе, у нас разграничение. Мы хорошо дополняем друг друга, потому что я такая более активная, и я с клиентами могу поговорить, и вопросы решить. А Михаил Сеевич, он решает четко технические вопросы, вот такое. Так что нам очень хорошо, у нас отличный тандем. Знания и опыт были, был и надежный партнер. Дело оставалось за малым – начать. Татьяна после сокращения встала на учет на бирже труда и записалась на курсы, благодаря которым и научилась заставлять бизнес-план и проводить анализ рынка. И этого оказалось достаточно. В стартовом капитале, как таковом, необходимости не было. Стартовый капитал – это то, что должны мы, вначале, 5200. Вот наш стартовый капитал, уставной капитал – это все. Первые полгода нас приютила строительная компания. У них было полуподвальное помещение, они нам дали одну комнату. Они нас не дергали с арендой, но мы их консультировали по всем их вопросам. У них достаточно много было проблем, и мы все эти вопросы приходили, и мы их консультировали. Через полгода мы уже наработали, накрутились. Через полгода мы перешли в свой офис, купили технику. Так мы работали на своих домашних компьютерах вначале. Купили технику, мебель, и началась наша уже свободная трудовая жизнь. Свободная трудовая жизнь уже не первый год приносит свои плоды. И пусть не всегда прибыль в полной мере удовлетворяет потребности партнеров по бизнесу, Татьяна убеждена, что на правильном пути. Прибыли есть, но не каждый год. В одном году закончились с минусами. Не было объектов. Тут у нас нельзя, как прогноз, сделать, что у меня будет этот объем. Экспертизу на аэропорт один раз в жизнь могут заказать. Или большой завод, он один раз реконструируется. Сейчас пошел процесс. Есть прибыль. Не могу сказать, что большая прибыль. Но для нормального существования хватает. Татьяна уверена, любой человек, имеющий знания и опыт в определенной сфере жизнедеятельности, может достичь заветной цели – создать и развить собственный бизнес-проект. Нужно четко определить свою нишу. Что ты хочешь делать? Это нужно. И можешь ли ты это делать? Нужно четко осознать, что ты умеешь, насколько сильно тебе это надо. И уже определиться, востребовано ли это на рынке. Сегодня Татьяна отлично знает, что востребовано на рынке. И у нее достаточно опыта и знаний, чтобы параллельно открывать другие бизнес-проекты. Но пока она не готова постигать новые вершины. Лучше делать один проект и довести его до совершенства, чем браться за несколько одновременно, рискуя качеством результата, говорит предприниматель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова